всем привет и сегодня я передумал сразу будет 4 пусть тоже будет версия мы доделываем наш интерпретатор что же приступим с новый сэмблер я решил вывести в отдельную тему потому что там очень много кода получил а что касается си шарп си плюс плюс я вы и паскаля то сегодня мы уже все это сейчас я закончил в общем с этим интерпретатором я выложу все исходники на этом гитрабе или как он там называется ну в общем то вот такая маленькая программка получилось весь интерпретатор здесь комментарии ко всем процедурам их немножко тут что в 10-20 значит программа запускается следующим образом но сперва откладываются скобки потом блоки с кодами фигурные скобки потом скобки которые уже вложены вкладываются внутрь функции то есть если например это функции а в скобках какие-то параметры но соответственно все параметры вкладываются в эту в это слово название функции потом вкладываются блоки потом умножение деления последовательно наш умножение деления впервые выполняется чем сложение вычитание вот положение вычитания вкладываются и в конце присваивания ну здесь показано к равенству вы потом запускается программа вот всего то вот такое маленькое количество функций теперь тоже самое я хотел бы только графически показать чтобы было понятно так ну я как вам и говорил уже сначала программа выглядит вот так у нас просто список то есть у нас есть один главный главной элемент а внутри него есть такая переменная блок и вот толстенькой черточкой показано что ссылка с блока идет на первый элемент вложенных элементов которые в него вложен а потом через переменную next присоединяются все последующие элементы ну и соответственно переменный предок это предыдущий мой элемент указывает на переменная родитель указывает какой родитель этого элемента как и вот их в свете нашего компилятора что происходит первое мы вкладываем скобки давайте посмотрим что происходит когда мы вкладываем скобки когда мы вкладываем скобки то у нас получается следующая картина вот у нас есть сумма а потом идут параметры а потом блок который из которого состоит эта функция и соответственно у нас вкладывается в скобки то есть вот посмотрите мы сперва вкладываем круглые скобки а потом фигурные скобки но и у нас получается вот что в каждой скобки находятся элементом параметры а и б запятая там то что стоит она не читается потому что мой знак запятую не читается она пропускается у нас получается просто а и б потом фигурные скобки вкладываются вот фигурная скобка название соответственно там четыре элемента внутри фигурных скобки ну вот в общем то скобки вкладываются а вот здесь почему такая длинненькая получилось потому что обратите внимание на код нашей программы print скобка сумма скобка 3 и 5 два параметра поэтому ну здесь получается три глубинного вложения поэтому соответственно мы у нас получается вот такая длинная конструкция но вот когда мы вложили все скобки дальше смотрим вот они сперва круглые потом фигурным компили блок теперь эти скобки опять же обращаем внимание на картинку у нас идет сумма потом идет скобка который содержит то что содержится в скобке потом идет блок который содержит то что содержится в блоке следующая функция поступает следующим образом она помещает скобку в предыдущий элемент вкладывает если предыдущие элементы это слово то есть это оператор соответственно мы Мы вкладываем туда скобку и вкладываем туда фигурную скобку. И после этого у нас что происходит? Что у нас получается? А вот так у нас получается очень красиво. То, что слово сумма содержит параметры, которые мы передаем в эту функцию. И исполнительный блок всегда фиксирован на первом месте параметры, на втором исполнительный блок. То же самое используется при организации условий, циклов и всего остального. Но посмотрите, условия само по себе, if и скобки, полностью совпадают, а потом идет блок исполняемый, полностью совпадают с описанием функций. То есть параметры, и потом идет блок. Это одно и то же, в принципе, одна и та же логическая структура. И вот когда мы вкладываем все блоки, соответственно у нас получается вот такая иерархия. Ну и вот как бы это еще сказать. Вот блоки мы вложили, потом просто математические функции, которые вкладывают предыдущий элемент, следующий элемент внутрь себя. Получается, что у нас плюс содержит всегда а и б. До и после. Ну, соответственно, вложенные два элемента очень легко исполняется все. Давайте это посмотрим, чтобы не быть, так сказать, голословным. И вот уже оконечная структура. Вот мы видим, что, допустим, знак равенства у нас содержит сумма и плюс. Плюс состоит из а и б. Ну и получается у нас, что вот такая структура программы образуется. Надеюсь, это понятно. Вот здесь всего там 20 функций. Вот это, в принципе, просто объявление. Поэтому, по сути, здесь практически кода нет. И вот эту штуку я всю выкладываю на гетхабе. То же самое на Яве. Комментарии те же самые. Соответственно, здесь тоже очень мало функций. Совсем чуточек. Даже... А, я просто свернул элемент. Я думаю, что-то совсем мало. На самом деле, здесь еще можно уменьшить. Еще можно уменьшить. Например, функция чтения кавычки и знака. Она не нужна. Можно все читать одной функцией. Вот, как бы, такой вот небольшой код получается у нас. Что-то к эту кнопку я нажал. А, ну ладно. Ну, вот он, в общем. Запускаем на вычисление. Вот здесь есть. А и Б умножить, деление, там, передача параметров, функцию. Все стоит. Вот, минус 12 дает. Соответственно, все работает. Закрываем. Лазерус тоже закрываем. Что у нас осталось? Си плюс-плюс. Ну, в Си плюс-плюс, единственное, что здесь... Вот через какие-то вот такие вот... Сейчас покажу. Непонятные какие-то стрелочки вместо точки. Не знаю, запарился с этим Си плюс-плюс. Искать, в каких комбинациях здесь все подходить будет. Но я сейчас на гитхаб все выложу и буду уже затачивать. Присоединяйтесь. Ссылка будет под видео. Пишите свои комментарии коду. Свои предложения. Я все это обязательно рассмотрю, учту. Будем работать, разрабатывать язык программирования. Очень маленькая программа. 200-300 строк. 10-20 функций. Что еще интересная особенность. Хотел сказать, что когда запускаем функцию какую-то на выполнение, то мы создаем экземпляр этой функции в моем языке программирования. Других я не знаю, кто сделан. Через стек, по-моему, передаю сюда. Но у меня нет и параметра, и все. Просто создается отдельная область для исполнения. Для чего это сделано? Почему так нужно сделать? Потому что это позволяет мне запустить несколько нитей потоков одновременно. Это мне гарантирует, что все мои функции, процедуры будут работать правильно. Потокобезопасное программирование. Хотя это, конечно, абсурд. Навряд ли это где-то понадобится. И вся эта потокобезопасность и потоки, это все чушь собачья. Потому что на самом деле не существует никакой многопоточности в персональных компьютерах. Она такая весьма... Весьма абстрактная, частичная. Настоящей реализации многопоточности на современных процессорах это скорее какая-то игрушка. Игрушечная многопоточность. Ну, что еще бы хотелось сказать? А, ну, C-Sharp, как всегда. Я его даже уже и отграть не буду. C-Sharp и то же самое. Там, все. Я думаю, вообще нужно как-то очень трудно. Я и так вроде бы уменьшил код, а как объяснить, понятия не имею. И нарисовал картинки. Это мне придется каждую функцию, блин, описывать. Это надо рисовать анимацию, как там это все перемещается внутри. На Assembler слишком большой объем. Там что-то дофига так текста. И я же не буду вам объяснять. Допустим, цифра А переместилась сюда, потом переместилась сюда, потом переместилась сюда. Да, это, короче, будет, ну, какой-то, по-моему, абсурд. Хотя, может быть, отдельно видео. Я так и хочу, кстати, в отдельное видео вынести запись про Assembler. А вообще, что-то у меня, блин, настроение не очень. Ну, не важно. Ну, в общем-то, я буду выкладывать. Это четвертое видео от R4. И плюс еще ко всему, снизу будет ссылка. Причем в GitHub, что интересно, потому что там можно зарегиться. И прям там же никакие, не лазя, репозитария, не создавая. Прям там же можно работать уже с кодами. Прям там же и писать прямо в браузере. И это классно, потому что, блин, вот эти все действительно настройки. И там все на английском языке. Это просто ужасно. Я ничего там не понимаю. Я нашел три кнопки, как выложить и как обновлять один файл. И в ленте сразу он выходит, и все твои обновления выходят. И другие могут тоже редактировать. Вот это прикольно. Кто к этому научился, ну и ладно. Пофиг. Ладно, пока еще будет видео у меня, если что. Скачивайте интерпретатор, изучайте. Кстати, еще-еще хотел сказать. Здесь можно в элемент добавить такую фиговину, типа код. Надпись код. И туда вставлять под каждый элемент свой код на ассемблере. И получится компилятор. Был интерпретатор, стал компилятор. Ладно. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...